Вот ты, друг мой, мне часто говоришь, что ты не можешь это сделать, что у тебя это не получается, что всё валится откуда-то, сверху, сбоку, ветром надуло. А ты забыл, наверное, когда ты вставал на четвереньки и учился ползать. Ты же не кричал, что у тебя не получается. Ты полз, и мать не догонит. А потом ты встал на две лапки, ножки и начал ходить, спотыкаться, падать. Ну, ты же не говорил, я не буду, я не умею, я не буду ходить. А почему ты сейчас мне отвечаешь, что ты не уверен, что ты боишься людей, и ты не будешь учиться этому? Да, это не просто учиться. Да, это надо преодолевать. Но это легче, чем ползать и встать на две лапки и ходить. Ох, тогда было сложно. Мало того, что баланс и равновесие ты не мог сохранить, у тебя координации движения не было. А ты еще и плохо видел, и плохо слышал. Было плохо развито это. Да и мозг еще был плохо развит. Но ты-то добился, теперь хрен тебя догонишь. Вот так и уверенный человек. Начни действовать. Ну, начни действовать сам. Вот по тем моим рекомендациям, они простые. Но они сложны и тем, что их нужно повторять, повторять, репетти, репетти. Встал, пошел, упал, сбил коленку, поплакал, зеленкой помазал, встал, опять пошел. Ты понял меня, мой друг? Вот для чего вот этот файл-тренинг, файл-тренинг для уверенности. Надо учиться, быть уверенным. Как мне говорят они, а я не уверенный, я это не могу, я это не могу. Как быть уверенным? А я им просто говорю, а ты будь уверенным. Ты же когда-то начал учиться ходить и ходишь, и нигде не проходил тренингов. Сам смотрел, как другие ходят. И вот здесь то же самое. На связи. Пишите письма. Пока-пока.